Что можно сказать о праздновании Нового года сейчас? Конечно, в советское время это был один из самых любимых праздников. И вся страна его праздновала. Мы знаем, что Советский Союз это было такое государство, в котором все люди практически были одинаковые. Все читали одну газету, слушали одно радио, смотрели одно и то же телевидение. Там разница в взглядах была примерно такая, что одним нравилось актрису Любовь Орлова, другим нравилось. Вот это было все. Кто имел какое-то особое мнение, то те были уже инакомыслящие. И трудно было, чтобы такое делать, вне того, что предлагалось государству. И сейчас, чем дальше, тем люди должны все больше и больше разделиться. Я считаю, что это очень хорошо, потому что люди все разные. И они должны как-то выбирать, что им ближе. Слава Богу, что сейчас можно такой выбор делать. И жить уже в соответствии со своим выбором. Многие празднуют, скажем, Новый год, а потом 7 января празднуют Рождество православное. Но это абсолютно никак друг с другом не связывается, потому что не может быть Новый год раньше Рождества, потому что мы год празднуем от Рождества Христова. И православная церковь живет по старому юлианскому календарю. Ну, это не то, что он старый, а то, что он более древний юлианский календарь. И современный календарь, мы знаем, принят в 16 веке римским папой Григорием. Это уже более современное новшество, знаете. И русская церковь, украинская церковь, православная церковь держится своих, она консервативная держится своих традиций. Вот. Здесь нет каких-то причин уходить от этих традиций, их как-то менять, потому что доказано уже, что этот календарь Григорианский, он ничем не лучше и не точнее календаря юлианского. Но юлианский календарь более привязан ко всей истории, ко всем событиям, связанным с историей, и библейской историей, и историей Нового Завета. Там все соответствует духу, духу божественного промысла, осуществляемого на нашей земле. А Григорианский календарь уже вступает в некоторых случаях противоречие с этим духом Священного Писания. И поэтому мы не видим, не видят православная церковь причин изменять этому календарю. И, конечно, сейчас дело каждого. Вот я начал с того, что каждый волен выбирать, чтобы праздновать. И, конечно, могут люди праздновать и Новый год, а потом праздновать Рождество Христово. Но это уже просто не то, что нелогично, это уже как-то какой-то внутренний разлад, уже какое-то внутреннее несоответствие в этом присутствует. Есть люди, которые празднуют и два Рождества, и празднуют и два Нового года. Это уже вообще, конечно, трудно с этим мириться. И поэтому я хотел бы призвать людей как-то определиться просто со своим человеческим достоинством. И выбрать, и праздновать и Новый год, и Рождество, но как-то так, чтобы не вступало это ни в какое противоречие. Если вы считаете себя православными людьми, то, пожалуйста, празднуйте Рождество 7 января и Новый год, наступление Нового года 14 января по июлянскому календарю. 14 января – это 1 января по июлянскому календарю. И потом вообще сам по себе Новый год – это не праздник, не такой уж большой праздник, потому что мы же не празднуем Новый день, Новую неделю, Новый месяц. Вот это все как бы такие временные циклы. Но Новый год – это такое чрезмерное празднование, это возникло как раз в советское время, чтобы людей вот таким событием, за которым, собственно, ничего такого не стоит, никаких событий, в общем-то, за этим духовных событий не стоит, вот, чтобы люди переключились на этот праздник, а не Рождество. Потому что елка эта была всегда рождественская, вот, и каникулы сейчас везде в мире тоже рождественские, именуемые, а не новогодние. Вот, то есть, как-то, надо просто определиться всем нам, что мы празднуем и как мы празднуем. Спасибо, Господи.